И еще одна новость от Министерства юстиции. В этом ведомстве планируют задействовать искусственный интеллект для разработки новых законов. Робот будет отвечать за обработку аналитических данных и выдавать результат, необходимый для разработки проекта нормативно-правовых актов, сказал сегодня Марат Бекитаев. Это, конечно, очень занимательная история. Интересно, какого качества будут законы, разработанные с участием искусственного интеллекта. Ведь у общественных деятелей, политиков, экономистов и юристов часто возникают претензии именно по качеству наших законов. По этому поводу мы решили выслушать мнение известного юриста Сергея Уткина. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Поделитесь вашими ожиданиями от участия робота в подготовке законов. Как думаете, ситуация станет лучше или хуже? Ну, сейчас, наверное, сложно сказать, потому что я не очень себе представляю, как там искусственный интеллект, то есть роботы это искусственный интеллект, как они будут реально, что там делать в законодательстве. То есть, наверное, проверять, исправлять ошибки какие-то, находить нестыковки одних законов с другими, тогда это нормально. Сергей, а много ли пробелов и разночтений в действующих законах? Получается, сегодня ситуация такая, что разночтений, конечно, много. Как вы думаете, в чем основная проблема? Почему наши законы несовершенны? Вот как раз продолжение этой мысли, потому что законов очень много, катастрофически, потому что чиновники зачастую хотят показать и проимитировать свою деятельность путем написания законов. То есть, написать новый закон, вот если люди какие-то простые читали эти законы, да, в большинстве своем, там на 80% какая-то вода абсолютно непонятная. А реальные нормальные правила, да, можно из закона выжимку сделать на одну страницу. Что реально человек должен, а что ему запрещается. Вот очень так часто встречается. Поэтому законов нужно писать меньше, вот тот ленинский принцип «лучше, меньше, да лучше». И, как бы, качество сделают, конечно же, юристы-специалисты. Роботы, ну, может быть, какую-то помощь окажут, но основную ставку на роботов делать нельзя. Ну что ж, спасибо за интересное мнение. Мы говорили о качестве законов с юристом Сергеем Уткиным, который вышел с нами на связи из аэропорта. Спасибо.